Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня мне пришла вот такая вот шикарная посылочка с одного интернет-магазина. И пришел мне, как многие уже догадались, казан. Кто смотрел мои видео по турпоходам, я, наверное, там говорил, что если бы у нас был казан, то можно было бы делать намного круче блюда, намного вкусней и намного интересней. Сейчас я распакую и продолжу дальше. Паковал и продолжим. Так вот, если бы был казан, можно было бы готовить в походе классные восточные блюда. Вот такая вот шумовочка, друзья. Очень красивая, сделана довольно качественно, крепкая. Можно посмотреть. Толщина где-то 3,5 миллиметра. Здесь потоньше. Вот так вообще приятно в руке держать. Товарный чек, друзья. Стоимость данного казана 240 белорусских рублей. Это где-то примерно 120 долларов США, чтобы вам было понятней. Казан на 22 литра. Ручка для крышки. Конечно, ручка так себе выглядит. Можно будет сделать более красивую, интересную ручку. На сайте интернет-магазина было написано, что Казан узбекский, город Намаган. Крышка алюминиевая. Это толщина 5 миллиметров примерно. Ну так, на вес это килограмм, может чуть больше крышечка весит. И вот, собственно говоря, сам казан. Внутри все гладкое, никаких шероховатостей. Казан на вес килограмм 18, с крышкой почти под двадцатку. Толщина стенок 9 миллиметров. Так оно и есть, как указано у производителя. Точнее, не у производителя, а на сайте интернет-магазина. 22 литра и какой-то значок в виде полумесяца и звездочки. В принципе, все достойно сделано. С этой стороны есть такая вот, можно заметить, небольшая шероховатость. Но это от литья, понятно. А со стороны, где мы будем непосредственно готовить продукт, все отшлифовано и сделано гладко. Теперь, друзья, обожгу. И думаю, в скором будущем будем вас радовать блюдами восточной кухни. Видите, казан большой. И готовить буду на большое количество. Его главное правильно обжечь, подготовить к готовке блюд. И главное, все правильно сделать. Не знаю, наверное, видео по обжигу казана тоже сниму, когда буду его готовить к приготовлению блюд. Ну и, наверное, самое первое блюдо, которое будет готовиться в данном казане, это будет плов. И, конечно же, плов будет узбекский. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Надеюсь, приготовления блюд станут на канале более интересными. Тем более, готовиться все будет на открытом огне. Спасибо вам, друзья.